Привет, друзья! И сегодня мы снова расхламляемся. Будет довольно большая стопочка совершенно разных вещей. Во-первых, я всю не подниму, потому что их много. Огромную стопку журналов. Они совершенно разные. Я полистала, мне они не нужны. Скорее всего, я их оставлю на первом этаже. У нас в подъезде бывают люди, которые их забирают. Потому что тащить их на трубную это уж слишком. Потом хочу показать вам две кофты. Я решила от них избавиться, потому что они уже потеряли свой внешний вид. Какой бы то ни было. Значит, эти две кофты я покупала, по-моему, в фамилии очень много лет назад. Ну, как много, может быть, лет пять назад. Кофточки очень мягенькие. В составе ангорская шерсть. Но, к сожалению, они уже совершенно вышли из какой-то своей формы. Рациональной. Одна кофточка вот такая. Вот здесь на груди была вышивка бисером. Бисер я срезала. Ну, я же плюшкин, я же не могу выбрасывать бисер. Вот, на такие рукавчики у нее здесь была резинка, которая, как вы видите, растянулась. А здесь такой а-ля фонарик. И рукава три четверти. Вот, как вы видите, она растянулась вся. Вот здесь на рукаве есть дырочка. Ну, когда кошки дома, дырочка это просто самое нормальное явление. Вот, она растянулась, она в катышках, и она уже не возвращается в свою предыдущую форму. То есть, даже после стирки она все равно в таком растянутом состоянии. Поэтому я от нее избавляюсь. Ну, наверное, выкидывать буду. Если она не поедет на дачу, то сто процентов выкину. И вторая кофта. Вот такая вот. Она, та была серая, это светло-беже вот такого цвета. И у нее здесь такой рисунок, печать на ткани. Печать, в общем, рисунка. И на рисунок нанесены стразы. Некоторые стразы уже отклеились. И сама кофта, она тоже растянулась очень сильно. Вот так в горизонтальном положении. Она тоже в катышках вся. Это все уже не возвращается в исходную форму. И носить ее не представляется возможным. Поскольку она, ну, растянутая. И, я думаю, вы понимаете, как это все выглядит. Очень неприлично. Вот. И будет несколько сумок. Тоже они лежали-лежали, ждали-ждали своего часа. И, в общем-то, решила я от них избавиться. Вот такая большая сумка. Я еще с ней в институт ходила. Вот эта кожа зам. И она совершенно непотребна в виде. Вот здесь она порвалась. Вот здесь молния порвалась. Ручки тоже в каком-то непонятном, жеваном виде. Вот. Подкладка у нее тоже оторвалась. Я решила, что я попробую отцепить от нее вот эти штучки, орешки. Они мне очень нравятся. Не знаю, может быть, куда-то их применю. Попробую вот это отцепить. И, может быть, еще какую-то фурнитуру в виде молнии. Если это имеет смысл, я попробую это снять. А сумка пойдет на помойку. Потому что она уже в непотребном виде. Вот. И три сумки, которые отправятся на дар-удар. Потому что они, в принципе, еще в достаточно хорошем состоянии. Но у каждой из них есть что-то такое, что уже невозможно восстановить. Ну, или просто как бы она вышла из моды, что-ли, не знаю. То есть я за модой особо никогда не гонялась. Но просто, наверное, надоели. В общем, такая сумка. У нее длинные ручки. Здесь металлические вставки. Сумка кожаная. Очень тяжелая. И, по мне, так очень неудобная. Боковые кармашки на кнопках. Два боковых кармана. Посередине отделение. Оно одно. Она не очень вместительная. Есть внутренний кармашек. В принципе, сумка в рабочем состоянии. То есть все молнии работают. Кнопки работают. Можно сказать, что она вообще очень хорошо сохранилась. Все-таки это кожа. Вот. Но она очень тяжелая и очень неудобно ее наносить, потому что она такая, как бы, не знаю, как сказать, не мешковатая. Но она сама по себе такой формы. Плюс то, что это кожа. Кожа сама по себе тяжелая. И металлическая фурнитура тяжелая. Ну, и как-то мне неудобно с этой сумкой. Потом вторая сумка вот такая вот. Я когда-то с ней тоже в институт ходила. У нее тоненькие ручечки блестящие, лакированные. Вот. Сама сумка такая жесткая. То есть у нее фиксированная форма. Она с картоном, с чем-то таким. То есть она плотная. А если предыдущая была мягкая, это плотная. Так, запуталась я в ручках. Снаружи есть кармашек. Вот она грязная, пыльная. А здесь есть кармашек. Вот, с проездной документы. Внутри два отделения. Есть еще среднее отделение, которое плотное. И туда можно какие-то документы. Вот. Внутри есть маленький кармашек. Два отделения, они разделены этим поперечным. Но внизу есть, как бы, общее пространство. Вот. В общем-то, единственный недостаток. То есть сумка тоже в достаточно хорошем состоянии. Единственный недостаток, что Вот эта верхняя молния общая, она расходится. Вот. Заменить у меня ее нету возможности. Да и желание, в принципе, тоже. Вот. И третья сумка, по-моему, я ее как раз-таки тоже на дару даре приобрела, скажем так. Вот такая вот коричневая. Это тоже натуральная кожа. Насколько мне известно. Да, это натуральная кожа. Очень хорошая, очень удобная, но она мне как-то надоела, и она уже не в моем стиле. То есть раньше я такие очень любила. Она небольшая, она с потертостями, то есть видно, что сумка уже старая. Но она в очень хорошем состоянии. Здесь очень много отделений. Давайте начнем, наверное, снаружи. С лицевой стороны здесь эмблема и кармашек. Кармашек довольно вместительный. Также с задней стороны тоже есть кармашек. Тоже довольно вместительный. То есть здесь не только проездной, там куча всего поместится. Дальше есть два отделения. Они каждый отдельно. То есть вот одно отделение, они разделены вот такой вот перекладиной. И второе отделение. В первом отделении, которое ближе сюда, никаких кармашков нет, но оно огромное. В этом отделении есть еще внутренний кармашек. Тоже довольно вместительная большая сумка, но, к сожалению, она мне уже не нужна. Мне ее очень сложно оторвать от сердца, потому что я ее в свое время очень-очень любила. Она очень вместительная, она кожаная, она в хорошем состоянии, но видно, что она уже старенькая. Вот. И сумки, которые я показала, три, я буду отдавать на дару-дарин. Одну сумку выкидывать. И журналы с кофтами тоже пойдут на выброс. Вот такое небольшое расхламление. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Оставляйте комментарии. И увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok